Здравствуйте друзья, снова Алексей Иванович Макаров, этот очередной фильм, наверное я назову Грани таланта садовода Макарова, давайте послушаем, здравствуйте Валерий Константинович, очень пользуюсь моментом, сразу остановил, 8 95 333 666 04, все что вас заинтересует, Вот, еще раз говорю, один из лучших садоводов, нет, я теперь по другому называю, не так, один из ведущих садоводов России, так, вот, саженцы, и далее, все что вы увидите, вопросы, заказы, все к нему, это Подмосковье, Вот, то что он дает спокойно, в эстонах это свой телефон, а дальше разбирайтесь сами, поехали Приятно было услышать ваш голос, я очень рад, что вы не забываете меня, приятно было ваше предложение насчет подарка, вот, но левша не я, скорее всего это Мезинов, был какой-то разговор у нас, По этому поводу, где-то он, пользуясь случаем, видите, вот это, леворуки, это, ну я же не могу, я же все-таки это, выходя с Украины, как-то я не поторгуюсь, вот это нож для леворуких, для левшей, прививочный нож, Вот, а на данный момент, наш друг Олег, сыроватка, он сделал восемь праворуких ножей, вот видите, и один леворуки, потому что левшей гораздо меньше, а я хотел сделать подарок, и забыл кому, кто у нас, думаю, леворуки, Макаров или Мезинов, оказалось все-таки Мезинов, но Мезинов сказал, что у него тоже есть уже любимый нож, так же, как у каждого приватчика из нас, вот, Вот, и еще скажу сейчас, прежде чем продолжить, Макаров, Мезинов, Железов Сергея, я еще пока встрою Железов, Валерий Константинович, вот, Институты, те самые, музах надо учить, прививать, кто их там учит, да и какие они выходят, да никакие, студенты, это, с бумажками, которые, вот эти бумажки называются дипломы, вот, А настоящие приватчики, это мы, садоводы-любители, вот, и нам цены нет, но нас никто не приглашает делать уникальные вещи именно в научных, не и, в научных сельских институтах, не приглашают, вот, Да, и никто туда и не пойдет, ни Мезинов, ни Сергея Железова, ни, допустим, Макаров, хотя бы потому, что, чтобы уничтожить до конца садоводческую науку, там смешные зарплаты, это делается, ну, сами понимаете, мы делаем их своим платьем, они делают их, что работают, И даже лучшие ученые имеют свои личные питомники, иначе не выживешь. Итак, еще раз оказался в свободной продаже вот этот вот нож для леворуких и восемь ножей для праворуких. А стоит ли об этом говорить? Спасибо, Алексей Иванович, вы мне дали повод сделать ненавязчивую рекламу. Что-то выписывал, по-моему. По поводу ножей. Вот мой первый нож, самодельный, обычный какой-нибудь нож, хорошая сталь, но ручка сломалась, я приложил несколько деревяшечек, получил ее здесь очень длинные, то есть они хорошо лежат в руке, и я до сих пор им пользуюсь, когда нужно сделать какую-нибудь тяжелую обрезку, тяжелую работу прививкой. Второй, который работает у меня в чистоте, односторонние заточки, подарил Москвич, не очень удобная, потому что круглая гуляет, но благодаря тому, что лезвие вот такое, все-таки чаще всего пользуюсь им в последнее время. А тут насчет подарка. Один товарищ подогнал мне еще один нож. Да, несколько односторонняя заточка, но сталь очень слабая, вы видите, как она меня износила. Если я делаю там по 42-х, у меня этот мед сосадик перехачивает. Это уже откачивание, потому что это бесполезно. И вот отчет, с этого же никаких, по сути, я не работаю до сих пор. Так, теперь у меня к вам вопрос. Вот этот лак Долматова, как-то недавно показывали сами прививки, и женщина, которая прививала, вы ей сказали, не дай бог попадет на прививки, он не выживет. Что вы имели в виду? На срез, который прививается, или с ним тоже нельзя? Для других целей он предназначен. Я так же сомневался, правильно я вас понял или нет. Потому что этот год, конечно, по качеству прививок стал хуже многих. Не знаю, с чем это связано. Сами привои были недоразвиты, потому что лето было очень короткое. Прошлый год, прошлый год. Весь май был холодный, лето началось, конечно, но резко закончилось ровно на сентябре. То есть не хватило времени древесине и почкам вызреть. Поэтому очень плохой процент приживаемости. Или это связано с тем, что я пользуюсь и стал торцизом этим подалом. А у вас что-то было про это? Осторожней, чтобы... Так, друзья, немножко некачественная съемка, но досугу осталось секунд 20. Может, еще что-то будет. Так, съемка закончилась. Так, давайте уточнять. Я... Было там буквально из-за плохой слышимости одно слово пропустили, оно решающее. Тогда я решил дать общий ответ. Итак, перед нами лак мастика Далматова. Я использую ее при минусовой температуре, когда нарезаю черенки на будущую прививку. Так, это раз. Значит, я ее замазываю срезы. Ну, жизнь заставляет, бывает, и двух, и трехлетние ветки отрезаем. Но это, еще раз, для меня это не общепринятая практика. Режь, режь, не думай. Вот, сильно к загущенной деревьям, скелетные ветки нижние, якобы, не нужны. Вот. Ну, и самое страшное, как... То, что я услышал именно от абаканского садовода, вроде опытного, по местному телевидению, умудрился сказать, понаделал страшные раны, естественно, обрезка на кольцо, то есть за подлесоса с ветками, скелетами, за подлесоса с табом. И еще и заявил, ни в коем случае ничем не замазывать, иначе они не зарастут. Вот. А я за свою жизнь не встретил ни одной из заросшей раны. Ни одной из сотен, из тысяч, которые я не делал, но видел. Вот. И так, вот этот лак мастика и от мышей, и можно замазывать раной. Не только, как я, но, например, на однолетних приростах, ради заготовки черенков. Вот. Можете и морозобойные, и солнечные рожки замазывать. Если не послушайте моего совета, что их вообще замазывать не надо. А вот что я долго подходил к этому, Алексей Иванович, может быть, это же не последний фильм. Мы с вами постоянно все переводим в эти фильмы, потому что наше общение двух людей, которые что-то понимают с удовольствием, оно должно приносить пользу. Так вот, не расслышав тот самый момент, я скажу, в общем, при прививках, именно при прививках, я садовый вар, вот этот вот лак мастяков Долмата вообще не применяю. Вот. Не применяю, там только садовый вар. Вот. Это мое мнение такое, и, может быть, этого и будет достаточно. Ну вот, полфильма есть, теперь вторая половина фильма, вот, еще одна грань таланта Алексея Ивановича. Я был шокирован, я был поражен. Довести под Москву кедровый орех до плодоношения. Вы много там кедровых орехов видели, а? Валерий Константинович, ну, раз Вы решили присовокупить какому-то фильму, дополнить. Да, конечно, я слушал Вашу лекцию, и там очень многие задавали вопрос, в чем дело, почему абрикосы, у некоторых и персики, в этом году не просыпаются, или просыпаются очень слабо. Ну, в смысле, через одну почку, а некоторые деревья вообще пропали. Вот, именно по той же самой причине, я так думаю, это мое мнение, что было очень коротким летом, лето, очень короткое. Началось буквально только в июне, и прямо 1 сентября прошла осень, а дальше тут же заморозки. Просто не вызрела древесина. Конечно, древесина эта подмерзла, она рыхлая, и через себя впустила этот мороз всему дереву. И есть даже крупные деревья, которые у меня тоже пострадали. Вот так что это, вот я объясняю только так. Ну, а начал я картинку свою с этих орехов кедровых. Вот они, пожалуйста, вот они, кедровые орехи, вот они, вот на посадке, вот, пожалуйста, за пылающим. Сам посадил орехи, вот прошло лет 20, это очень рано, конечно, и получил кедровые орехи свои. Единственное, что одно дерево только цветет, сейчас цветет, а не одногодки, но одно задерживалось. И шишка, качество водит. Это так, к слову. Ударь, всего. Так, ну, еще раз говорю, меня это поразило. Я никогда не слышал, может быть, там в каждом втором дворе кедровые деревья растут, кедрачи, может быть. Ну, что-то у меня сомнения такие. Вот, ну, а для чего фильма? Ну, потом, кто-то смотрит, кто-то в комментариях скажет. Вот это, да, 20 лет каких-то подождать. Ну, ведь эти же саженцы же, которые мы видим на экране, они для кого-то нужны, ведь это же еще и не просто будущее, это самое, как этот говорили, я, наши мористы. То есть кролик, это не только ценный мех, но это еще и 2-3 килограмма диетического мяса. Вот так и тут. Это и красота. Кедровые рощи. Есть же люди, у которых сейчас же гектарами берут землю, можно и кедровые рощи. Я дважды за свою жизнь, один раз куда-то в Подмосковье, один раз в Белоруссию отправлял, вот так, куплю килограмм, ну, не килограмм, а литр орехов. И отправляю, так как не я выращивал, то еще снялся за это деньги брать. И отправлял дважды, не знаю результат, чем дело кончилось. Ну, орехи настоящие, живые, они не жаленые, в конце концов. Вот что было, то было. Вот. И вот этот момент, я решил, что и этот кусочек тоже надо показать, вот, и лишний раз никогда не помешает. Вот это вот, смотрите, еще раз. Видите? Вот этот момент. Здравствуйте, Валерий Константинович. Вот это вот, телефон видели? Пожалуйста, записывайте, переписывайте, его, по-моему, видно будет хорошо. Вот такие дела, братья. Ну, лично мое, обращался я к Алексею Ивановичу, оказывается, Левша, а не он. Вот, и у меня теперь снова это, восемь ножей для правшей, стоит каких-то три тысячи. связаться мне легко, тут же, по WhatsApp можно 8 960 776 8672. И вот этот нож тоже надо пристроить, потому что для Левшей его цены нет. У Левшей проблемы с ножами. Вот, глядишь, и купят. Почему? Я за него уже заплатил, Олегу, сыроватка, своему другу, который мне этот нож вручил на продажу. Я знаю, что все равно деньги ко мне вернутся. Вот, я ему уже заплатил за него. Итак, три тысячи. А, есть еще эта, точилка за 200 рублей, она у меня в той комнате, я уже не пойду за ней. Все, друзья, спасибо, Алексей Иванович, вы мне дали повод еще и ножи порекламировать. Я этого не стесняюсь, впереди лето торговать чем? Ну, книги мои не нужны, детские не нужны, а уж нож для того же Левшей, конечно, пригодится. Да и для Провхея тоже. До свидания, друзья. Очередной фильм сделан. Субтитры сделал DimaTorzok